Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии Елеман Раймбеков и Сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Страна скорбит по жертвам коронавируса. Повсюду приспущены государственные флаги. Отменены все развлекательные мероприятия. Изменена сетка теле- и радиовещания. Глава государства Касымжом Артукаев в телеобращении к народу страны объявил 13 июля днем общенационального траура. Ровно в 12.00 по всей стране объявлена минута молчания. Перед резиденцией Ахорды глава государства Касымжом Артукаев почтил память жертв пандемии коронавируса. В мире от этого опасного вируса скончались 572 тысячи человек. В их числе 375 казахстанцев. Все они не только наши сограждане, но и друзья, родственники, супруги. Траурный митинг прошел и в Алматинской области, на центральной площади Талдыкургана. Несмотря на принимаемые меры, неоднократное введение карантина, распространение коронавируса имеет место во всем мире. В Алматинской области на сегодня инфицировано свыше трех тысяч человек. По заключению медиков, коронавирус унес жизни четырех из них. От своего имени, от жительства, выражаю глубокое соболезнование семьям погибших. Мы желаем, чтобы у них в семьях больше не было таких тяжелых моментов. Вот последние даже в одной неделе многих наших, как бы сказать, соратников, вместе работающих людей мы потеряли. Это Сергей Жанис Ламиш, Бекен Аскарбегулу, Гульжиан Магдан, вот этот председатель санэпидемстанции. Всего за годы независимости в Казахстане девять раз объявлялся общенациональный траур. Трана все еще помнит погибших военнослужащих в авиакатастрофе в Шимкенте, крушение пассажирского самолета близ Алматы, прорывка лагарской дамбы, а также теракт в Ак-Тубе. Однако самой страшной трагедией обернулась пандемия. В наших сердцах навсегда останется память о тех, кого забрал неотвратимый вирус COVID-19. В борьбе с коронавирусной инфекцией первый удар на себя приняли медицинские работники. На протяжении пяти месяцев, практически не видя своей семьи, медики борются за жизни и здоровье соотечественников. К сожалению, некоторые из них сами стали жертвами коварного вируса. Двум врачам глава государства сегодня присвоил звание Героя Труда Казахстана посмертно. Несмотря на высокую загруженность, дань памяти погибшим от COVID-19 отдали медицинские работники Алматинской области. Траурные митинги прошли в учреждениях здравоохранения региона. Минута молчания еще раз напомнила всем нам, что вирус – невидимый враг, и бороться с ним должны не только люди в белых халатах, но и каждый из нас, соблюдая меры безопасности и условия карантина, чтобы по возможности максимально препятствовать распространению заболевания и избежать новых потерь. Объявлен днем траура нашим президентам в память наших коллег, наших соотечественников, которые унесла с наших рядов эта страшная пандемия. Мы скорбим в память одних, выражаем соболезнования родным и близким. Сегодня, 13 июля, в день общенационального траура по погибшим от коронавируса, приспустили главный флаг Талдыкургана. В Алматинской области отменены развлекательные программы на радио и телеканалах. В ночь с 12 на 13 июля в 24.00 в центре Алматинской области с 92-х метровой высоты флагштока был спущен главный флаг. Следом приспустили флаги и на всех государственных учреждениях региона. Сегодняшняя дата вознаменования скорби по погибшим от страшной болезни объявлена днем общенационального траура. За годы независимости голубой казахстанский стяг, символ мира и спокойствия, опускается в девятый раз. 20 сентября 2006 года на шахте имени Ленина в Карагандинской области произошел взрыв унизшей жизни 41 горняка. Авария произошла из-за нарушения техники безопасности во время замены вентиляционных труб. Спустя время казахстанцы пережили еще одну трагедию. На шахте в городе Абай Карагандинской области 11 января 2008 года погибли 30 шахтеров. Причиной взрыва стало нарушение технологии при посадке кровли, вызвавшее искрение и последующий взрыв. Одним из самых разрушительных паводков в истории современного Казахстана, унесшим жизни 45 человек, стал прорыв плотины в селе Козелага Шаксуйского района. Трагедия произошла 11 марта 2010 года. 5 июня 2012 года в стране был вновь объявлен общенациональный траур. Причиной стала трагическая гибель 28 мая 14 казахстанских пограничников и егеря на посту Аркан-Кирген. 25 декабря того же года было ознаменовано еще одним несчастьем. В этот день в небе нашим кентом потерпел крушение военный самолет. Все 27 человек на его борту погибли. В список аварий входит и крушение в поселке Козелту Алматинской области самолета «Челленджер-200». Он выполнял рейс как шита у Алматы. Во время авиакатастрофы погибли 16 пассажиров и 5 членов экипажа. 5 июня 2016 года казахстанцы оплакивали гибель во сне сограждан. Тогда группа бандитов совершила вооруженное нападение на оружейные магазины и воинскую часть Актубе. 9 июня в стране был объявлен общенациональный траур. Очередное потрясение для страны произошло 27 декабря 2019 года. Самолет авиакомпании «Бэйкэйр» при взлете с Алматинского аэропорта потерял высоту и пробил бетонную ограду. В результате 12 казахстанских семей понесли невосполнимую утрату. Сегодня каждая семья, каждый казахстанец, вся страна скорбят и чтут память жертв коронавируса. В республике, по данным межведомственной комиссии, от COVID-19 скончались 375 человек. Евгения Присяжная, телеканал ЖТСУ. Память жертв коронавируса почтили представители духовенства Алматинской области. Глава Духовного управления мусульман по Талакурганскому региону Ардах Мусибханула выразил соболезнования родным и близким погибших от COVID-19. Он признал всех казахстанцев объединиться в этот сложный период. Отметим, сегодня во всех мечетях страны прочли дуа хатам Корана, молившись за умерших от коронавируса. Мероприятие транслировалось в социальных сетях в режиме онлайн. С начала пандемии мы каждый день молимся за здоровье наших соотечественников. Только общими усилиями мы сможем выиграть эту битву с мировой болезнью. Поэтому мы должны соблюдать все предписанные правила и укреплять свою веру. Глава государства Касымжо Мартокаев заявил о продлении режима карантина еще на две недели, то есть до конца июля этого года. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты. Первые признаки стабилизации нужно закрепить. Эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит 42 500 тенге за июль нуждающимся, написал Касымжо Мартокаев в социальной сети Twitter. Послабление карантинных мер в июне некоторые люди поняли неправильно, перестали соблюдать социальную дистанцию и даже пренебрегали средствами индивидуальной защиты. В результате это привело к росту статистики заболевших, а власть его надела ввести жесткий карантин. На сегодня в Алматинской области число людей с диагнозом коронавирусной инфекции перевалило за 3000. Чтобы прерывать цепочку заражаемости, Аким Алматинской области Амандык Баталов поручил главам регионов с сегодняшнего дня в усиленном режиме приступить к созданию благоприятных условий для медработников и пациентов. По телефонной связи с руководителями районов и городов он ознакомился с ситуацией о количестве заболевших, состоянии пациентов, количестве койко-мест, обеспеченности медикаментами и аппаратами ИВЛ, наличием кислородных концентраторов. Для борьбы с пандемией Аким Барь области принял решение выделить дополнительно 500 миллионов тенге на закуп лекарственных средств. По поручению Акима области будет создана мобильная группа из высококвалифицированных врачей, которые при необходимости будут выезжать в регионы области для консультирования не только тяжелобольных, но и самих врачей. 236 пациентов с пневмонией получают лечение в Алматинской многопрофильной клинической больнице. 15 из них сейчас находятся в реанимации. Как медучреждение работает в условиях всеобщей пандемии, расскажет Аделя Жаркенова. На данный момент многопрофильная больница не перестает принимать пациентов с различными формами заболевания и травмами. Также приемы терапевта и различные консультации остаются доступными по предварительной записи. Всего принимают лечение 330 человек, а пневмония диагностирована у 236 пациентов. По словам директора многопрофильной клинической больницы Жумахана Молдакулова, для пациентов с острыми респираторными заболеваниями выделено отдельное крыло и увеличено количество коек. В нашей многопрофильной больнице мы готовы принимать пациентов в любое время суток. Сейчас много поступает с пневмонией. У многих она протекает в средней и тяжелой форме. Мы боремся за каждого. На данный момент уже выписано около 200 человек. Еще более 200 лежат сейчас на лечении. В случае необходимости мы готовы увеличивать места для пациентов. Оказание медицинской помощи проходит в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Некоторые пациенты, которые уже чувствуют себя лучше, рассказали нашей съемочной группе о том, как у них протекала болезнь. Я поступила в эту больницу без сознания. До этого у меня была сильная одышка. Я хочу поблагодарить весь персонал, всех врачей и медсестер, которые день и ночь лечат нас, создают все условия для нашего комфорта. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Я очень счастлива, что все обошлось. Я нахожусь здесь 7 дней. В больницу меня привезли на носилках. Я не могла даже самостоятельно двигаться. Вот уже два дня я чувствую себя хорошо благодаря заботливому персоналу. В многопрофильной больнице на данный момент работают порядка 700 сотрудников. Каждый день они находятся в прямом контакте с пациентами. Но это их не пугает. По словам медицинского персонала, в такое время нет места паники. Главной задачей остаётся сплотиться и защитить население от опасного вируса. Для нашей безопасности нам выделены противочумные костюмы. Мы напрямую связаны с пациентами. Берём у них анализы крови, ставим систему. Работаем мы каждый день. Вначале, безусловно, было страшно, но сейчас мы уже привыкли. Никто не бежит с работы. Главное – это соблюдать все санитарные требования. Также в многопрофильной больнице строго соблюдается организация эпидемиологического процесса. Медучреждение разграничено на так называемые чистые и грязные зоны. По словам специалистов, эти меры существуют для недопущения распространения вируса. Около 120 тысяч доз изготовленных наркотиков обнаружили полицейские в подпольной нарколаборатории на сумму более 413 миллионов тенге. Под подпольную нарколабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе дома в Теректинском районе Западноказахстанской области. Производство рассчитано почти на промышленный масштаб выпуска синтетических наркотиков. Помещение оборудовано двумя конструкциями со стеклянными колбами, морозильной камерой, искусственной вентиляцией. В задней части двора в земле были вкопаны три ёмкости по 1000 литров каждая. В ходе обыска помещений в доме и лаборатории обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, смеси концентрата химических веществ, а также канистры с химическими реагентами, защитные костюмы, респираторы и лабораторное оборудование. Ураганный ветер в Караганде сорвал крыши домов и повалил деревья. Часть города осталась без света из-за порыва воздушных электросетей. Регулирование городских транспортных потоков перешло в режим ручного управления инспекторов полиции. После жаркого дня ветер налетел внезапно. Порывы составляли до 21 метра в секунду. Ураган длился около 15 минут, но нанесенный ущерб еще предстоит подсчитать. Однако, судя по многочисленным видео в интернете, пострадала не одна крыша. А счет сломанных деревьев пойдет на сотни. Стоит отметить непогоду и дождь, синоптики прогнозировали. Видео с распылением самолетами красного вещества объяснили в МВД. Злоумышленники продолжают распространять в мессенджерах и соцсетях фейковые видео о распылении на территории Казахстана вируса из биохимического оружия с помощью самолетов и вертолетов, заявили в МВД. Несмотря на то, что информация официально была опровергнута, отдельные лица продолжают предпринимать попытки ввести граждан в заблуждение. Следственным департаментом МВД по факту распространения заведомо ложной информации начато досудебное расследование. Самолет в видеоролике это танкер Air Carrier 914, задействованный в тушении пожаров в США, объяснили в пресс-службе. Фестиваль на дом в Монголии впервые за 800 лет прошло без зрителей в пригороде Уламбатора. Из-за опасений, связанных с распространением коронавируса, число гостей ограничено. Самый популярный в стране двухдневный фестиваль представляет собой традиционное монгольское состязание, также именуемое Тремя мужскими играми. Это монгольская борьба, скачки и стрельба из лука. В обычное время праздник середины лета посещает десятки тысяч человек. Он с большим размахом проводится в столице. На этот раз местным жителям предложили смотреть прямые трансляции. На данный момент в стране выявлены 227 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов не зафиксировано. Жители итальянского городка Амантеа, расположенного на юге страны, протестуют против перевода оттуда части мигрантов, спасенных у побережья Кайлабрии. Из 70 молодых людей из Пакистана, высадившихся в пятницу в городе Ротчелло-Ионико, 28 оказались заражены коронавирусом. Местные жители опасаются, что беженцы заразят и их, и требуют от властей отменить решение о размещении приезжих. Глава региона Калабрии уже обратился к премьер-министру с официальным письмом, в котором сообщил, что если правительство не предоставит для спасаемых беженцев карантинные суда, он заблокирует высадки мигрантов на берег. Миноборона Азербайджана сообщила об обстреле позиций армии страны подразделениями ВС армии Армении из артиллерийских установок на участке границы, проходящем по территории Товузского района. По данным, в результате инцидента погибли двое военнослужащих республики. В результате принятых адекватных мер противник, неся потери, был отброшен назад. Дополним, конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. 62-летний шестикратный чемпион мира по гиревому спорту и второй в Казахстане обладатель золотой гири, дважды установивший мировой рекорд среди ветеранов Жумахан Кузбаев, рассказал о том, как тренируется во время карантина. Впрочем, активным ходом идет подготовка на первенство мира, а тренировки проходят три раза в неделю. Одно из немаловажных упражнений – это бег, считает спортсмен. Он регулярно пробегает не менее пяти километров. После упражнений идут строго на физическую силу. Это подтягивания на турнике, брусьях и, конечно, работа со спортивными снарядами. Тяжелоатлет занимается с гирями от 16 до 32 килограммов. Он преследует одну цель – превзойти свой прежний результат. В Южной Корее планируется провести чемпионат мира. Если он состоится, то я постараюсь стать чемпионом в очередной раз. Ко всем соревнованиям я готов. Когда ситуация в стране и мире стабилизируется, думаю, многие спортсмены Казахстана станут только сильнее. И еще не раз на международной арене поднимут флаг и заиграет гимн нашей страны. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok